Я должна сказать, что в Мелитопольском университете уже достаточно длительное время мы занимаемся изучением водорослей. И сегодня я хочу представить одну из наших совместных работ, которую мы проводим с коллегами. И она посвящена биотехнологическому потенциалу нового штамма Севастерелла мультистрата, которую мы обнаружили в наших исследованиях и вот несколько моментов, что у нас получилось. Тема сегодняшнего семинара, безусловно, посвящена очень важному такому практическому моменту прикладному, это биотехнологическая ценность микроводорослей. И действительно, нам уже сегодня многие докладчики говорили и демонстрировали массу доказательств о том, что многие виды микроводорослей и цианобактерий обладают очень ценными соединениями в составе своей биомассы. И должна подчеркнуть еще, дополнить вот ту информацию, которая сегодня звучала, биомасса микроводорослей имеет целый ряд преимуществ в сравнении с другими источниками биологически активных соединений, ну, например, с теми же растениями. И вот несколько моментов они отражены на данном слайде. Прежде всего, это, безусловно, высокая скорость роста, о чем сегодня говорилось, с этим связана, естественно, и большая продуктивность. Еще один немаловажный момент – это возможность выращивания водорослей в различных биореакторах, фотобиореакторах, в том числе, которые могут быть размещены на открытых участках земной поверхности. Ну, и вот, наверное, очень интересно, если эти участки, они пустынные, техногенные, солончаковые, то есть это те территории, на которых невозможно выращивание технических и продовольственных культурах высших растений. А вот мы можем их использовать именно для выращивания микроводорослей. И также, учитывая, что большая у нас скорость роста и продуктивность, на итог мы можем получить гораздо больший выход ценных соединений с единицей площади, нежели если мы там бы выращивали какие-то высшие растения, ну, тоже, например, там кукурузу, сою, подсолнечник, то есть об этом свидетельствуют многие литературные источники. Еще немаловажный момент, и тоже предыдущий докладчик об этом говорил, возможность стимулирования накопления тех или иных ценных соединений водорослями при изменении условий культивирования. Очень часто используются самые различные абиотические факторы стресса, ну, вот из наиболее используемого это изменение освещения, температуры, ограничения элементов питания, прежде всего, азота и фосфора, также это может быть солевой стресс, различные виды излучения, ультрафиолетовое, магнитное, использование тяжелых металлов, и все это активно изучается сейчас, как это видно по анализу литературы. И вот такой активный поиск и условий культивирования, и самых высокопроизводительных штаммов, он стимулирует еще одно направление исследований, это не только использование уже хорошо известных штаммов, которые поддерживаются в самых разных коллекциях, мировых и различных исследовательских структурах, а и поиск новых штаммов в природной среде, которые могут, прошу прощения, которые могут представлять большой интерес. Вот в этом отношении, должна сказать, что часто поиск таких штаммов производится в регионах, которые или малоизучены, или которые считаются точками разнообразия. Вот я хотела бы обратить ваше внимание, что техногенные экосистемы, которые мы также изучаем в нашем институте, также могут стать своеобразными точками для разнообразия. Почему так происходит? Ведь эти экосистемы, они достаточно специфичны по условиям обитания живых организмов, и, соответственно, на таких поверхностях, технохенных поверхностях, могут жить организмы с уникальными метаболическими особенностями. И, соответственно, они могут представлять интерес для биотехнологического скрининга. В ходе изучения биоразнообразия растений, в том числе и низших растений, к каким относятся традиционно микроводоросли, на Горевском карьере, был обнаружен штамм, который по своему внешнему виду, по морфотипу, был отнесен нами к роду целострела. Что это за виды, которые относят к этому роду? Ну, в принципе, они считаются достаточно широко распространенными. Часто это виды, которые обитают в почве. Бывают виды, которые обитают в водоемах, временных водоемах. Ну, вот из тех видов, которые широко распространены и часто встречаются, например, в европейском регионе, это целострела рубесцинс, целострела торестрис, оциста формис, стрелата. Есть виды, которые встречаются за пределами европейского региона, описаны, например, из Японии, Новой Зеландии, например, целострела эллипсаидеа и другие. Чем они привлекательны? Те же научные источники, вот некоторые вы видите на экране, говорят о том, что отдельные штаммы, целострелы, могут накапливать в большом количестве липидов, ну, например, до 50% сухого веса, также вторичные каротиноиды, витамины, ценные жирные кислоты. Вот, учитывая данные факты, новый штамм, который мы обнаружили на отпалах Горовского карьера, нам представился целесообразным и более детально его изучить. Прежде всего, установить его видовую принадлежность, а также произвести оценку его биотехнологических способностей. И мы сделали первоначальный акцент на способность накапливать данным штаммом липиды, синтезировать ценные жирные кислоты. И также мы протестировали возможность данного штамма в различных условиях культивирования. Мы использовали абиотический стресс в виде исключения из среды культивирования азота. Другой вариант эксперимента был исключен фосфор. И третий вариант – это были исключены и азот, и фосфор. А контрольной средой у нас служила уже сегодня звучавшая среда болда. Поскольку данный штамм относится к морфотипу зеленых водорослей, которые только по внешнему виду точно идентифицировать невозможно, вот для его идентификации были применены как морфологические методы, так и методы молекулярно-генетические. Вот на данном слайде вы видите фотографии. Это результат наших исследований с помощью светового микроскопа. И вот при изучении строения, размножения данного штамма, в принципе, было установлено, что он имеет сходство с известным видом целлострелла-мультистрата. Но этого недостаточно было. Для того, чтобы подтвердить видовую принадлежность данного штамма, был проведен также и молекулярно-генетический подход. Непосредственно был изучен ядерный ген 18С-ребосомальная ДНК, а также участок спейсер, это ITS1 до ITS2. После того, как было проведено определение нуклеативных последовательностей этих участков, соответственно, на основании полученных данных, а также за счет привлечения аналогичных данных по другим представителям из группы сироплялась, было построено вот такое вот дерево, базовское дерево, и было на нем найдено местоположение нашего штамма. Вот вы видите, он обозначен более таким выделенным жирным шрифтом. Оказалось, что наш штамм с высокой статистической поддержкой попал в исходную группу целлострелла, и если мы посмотрим на вот ветви этого дерева, то мы увидим, что он с высокой долей вероятности соединился с аутентичным штаммом целлострелла мультистрата, поэтому это еще раз нас утвердило в правильности нашего определения, но вы знаете, что 18С это не является, ну скажем, таким самым универсальным маркером для того, чтобы определить вид, чтобы еще раз подтвердиться в нашем выводе, была изучена и построена вторичная структура ITS-2 для нашего штамма, и была она сравнена с имеющимися в доступе в Генбанке аналогичными последовательностями ITS-2 для аутентичного штамма, я уже о нем говорила, это целлострелла мультистрата, и также еще был в доступе формат вторичной структуры целлострелла стриолата. В результате анализа было установлено, что вот конфигурация ITS-2 нашего штамма очень была похожа на конфигурацию аутентичного штамма целлостреллы мультистрата, там было только лишь, вот она здесь показана в таком прямоугольничке, была обнаружена только делец и одного нуклеотида, а вот если сравнить уже со структурой ITS-3-2 были большие отличия, таким образом в результате и морфологического анализа, и молекулярно-апилогенетического исследования мы утвердились в том, что наш новый штамм относится к виду целлострелла мультистрата. Дальнейший ход наших экспериментов касался уже изучения биотехнологических характеристик данного штамма, как я уже сказала, он был культивирован на среде болда, и вот также были, и вот в графике здесь показаны, эксперимент был без азота в среде, без фосфора, и также без азота и фосфора одновременно. Когда изучали кривую роста, вот две диаграммы ее отображают, было установлено, что лаг-фаза длится первые семь дней, и после седьмого дня культуры входят в экспоненциальную фазу, и дальше развивается практически вот плато, мы видим, выходит плотность клеток на плато. Если мы сравниваем полностью обогащенную среду и экспериментальные среды с отсутствием питательных элементов, то мы видим, что в принципе отсутствие питательных элементов является ограничивающим фактором и, соответственно, изменяет накопление биомассы данным штаммом. Одновременно мы также, эта табличка внизу этого слайда, отслеживали не только накопление биомассы, но и содержание липидов в сухой биомассе. Вот можно видеть, что наибольшее содержание липидов было получено в эксперименте, это 57,2%, там, где отсутствовал и азот, и фосфор в среде культивирования. Причем этот эксперимент длился 25 дней. В длительном эксперименте, который длился 60 дней, также было достаточно большое количество, но в принципе в сравнении с 57, это было гораздо меньше, это 35%. Те различия, которые мы увидели в данном эксперименте, все были достоверны, мы проверяли это также по критерию студента. Что следует сказать, что вот этот показатель по липидам 57,2% в сухой биомассе, он достаточно высок, и если мы считаем в миллиграммы на литр, вот вы видите, это 639, практически 640 миллиграмм на литр, и это, если сравнить с данными, которые известны в литературе, достаточно высокая цифра, вот наиболее близок к нашим показателям, это сообщение по целостейлеру Бессенс, где содержание было липидов получено 57%, при этом использовалось такой биотический стресс, как подкисление среды болда, и обязательно еще и барботирование, что мы не делали. А вот для других штаммов этого же рода максимальное количество липидов где-то колебалось в диапазоне 37-40%, то есть наш штамм показал хорошие результаты. Также нами было изучено и профиль жирных кислот данного штамма, я хочу обратить ваше внимание, что изучалось при культивировании 25 дней, 60 дней, и вот там где 25 дней мы также следили за изменением профиля жирных кислот при отсутствии азота, при отсутствии фосфора, и также в эксперименте, когда отсутствовал и азот, и фосфор. Ну вот, наиболее значимые моменты отмечены цветом. Должна сказать, что среда контрольная, там, где были все элементы питания в полном доступе, преобладали альфа-алиноленовая жирная кислота, была также пальмитиновая в большом количестве, алииновая, эксодекатриеновая кислоты. Вот если было обеднение фосфором и уже изменялся перечень самых высоконакапливаемых жирных кислот, уже была у нас пальмитиновая, алииновая кислота увеличилась, а вот содержание альфа-алиноленовой снижалось практически в 1,3 раза. Изменения происходили и при ликвидации азота и в среде культивирования. Здесь наибольшее выраженное изменение наблюдалось у алииновой кислоты, она значительно увеличивалась по сравнению с контролем. А вот содержание альфа-алиноленовой кислоты достоверно снижалось более чем в 2 раза. Если обратить внимание на нижнюю часть таблички, то хорошо видно, что наибольшее содержание насыщенных жирных кислот наблюдалось при обеднении фосфором, вот здесь, а также при длительном культивировании, это первый столбик данных, их достигало 34,5% Если говорить о полиненасыщенных жирных кислотах, которые очень важны с точки зрения обеспечения балансированного питания и животных, и вот в акваку культурах, и также и для использования пищевых добавок, то наибольшее количество полиненасыщенных кислот, вот они, наблюдалось в контроле и было 66,8% Ну, немножко меньше, но тоже достаточно большое количество их было в эксперименте длительном 60 дней, который длился, но хочу также ваше внимание обратить на появление в этом эксперименте большого количества длинноцепочечных жирных кислот. Таким образом, профиль жирных кислот очень чувствительный к условиям культивирования, длительности культивирования, что важно учитывать в биотехнологическом скрининге и, собственно говоря, разработки тех или иных препаратов или добавок. Также хочу ваше внимание обратить, продублировать еще раз слайд, который вы уже видели, но теперь сконцентрировать ваше внимание на его правой части, где одновременно с результатом филогенетического анализа показаны результаты из литературных источников и наши вот для нашего нового штамма это содержание насыщенных полиненасыщенных кислот, а также содержание штамма омега-3 и омега-6 полиненасыщенных кислот. Именно эти полиненасыщенные кислоты считаются на данный момент очень важными с точки зрения обеспечения балансированного питания и вот среди них наибольшее внимание выделяется именно омега-3 поскольку наша пища традиционная обогащена омега-6 вот как раз недостаток омега-3 нужно компенсировать и водоросли которые способны накапливать в большом количестве омега-3 могут служить такими добавками к рациону питания к рациону кормления которые компенсируют вот этот дисбаланс вот должна сказать что в целом вся исследуемая группа она имеет такие особенности как значительное преобладание омега-3 над омега-6 что делает данные виды еще более интересными для дальнейшего исследования и если мы говорим о нашем новом штамме то полиненасыщенные жирной кислоты мы уже об этом с предыдущего слайда говорили достигают 66,8% от суммы всех жирных кислот и если говорить уже конкретно об омега-3 и омега-6 то соответственно здесь также хорошие результаты в зависимости от условий культивирования омега-3 может достигать практически 60% от суммы всех жирных кислот и это очень важно для того чтобы выбирать определенное направление практического исследования и вот на данном слайде суммируя полученные результаты в виде такой схематической картинки можно говорить о том что новый штамм при культивировании в течение 25 дней на среде болда будет иметь достаточно перспективное количество омега-3 жирных кислот и соответственно именно с этой точки зрения для обогащения на данные жирные кислоты можно использовать для подкормок животноводства и аквакультуры если мы используем длительное культивирование то здесь мы имеем большое количество липидов мы имеем в целом большое количество полиненасыщенных жирных кислот и дальше такую специфическую группу жирных кислот с очень длинной цепью а вот если мы хотим сконцентрировать свое внимание на производстве биотоплива то соответственно нам лучше применить голодание по азоту и фосфору в этом случае мы получим большое количество липидов которые будут иметь в своем составе наибольшее количество мононенасыщенных жирных кислот это как раз те параметры которые цены для производства биотоплива коротко если то у меня все я выражаю огромную признательность организаторам и участникам семинара за возможность представить результаты работы нашего коллектива и спасибо за внимание до сих пор 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 Продолжение следует...